Мораторий, введенный Госдумой на проверки малого бизнеса до 2018 года, распространяется не на все организации. Исключение составляют компании, которые работают в опасных производственных сферах и имеют особую социальную значимость. Например, Ангарский районный отдел надзорной деятельности уже формирует свой список плановых проверок по требованию законодательства. В этот план мы не будем включать объекты малого и среднего предпринимательства, где за последние три года не было нарушений по пожарной безопасности. Остальные, что называется, готовьтесь. Если числятся какие-то нарушения и на предприятия жалуются потребители, таким бизнесменам ревизии не избежать. Этот подход к организации контроля за малым бизнесом называется рискоориентированным, то есть качество и количество проверок будет зависеть от того, насколько опасен объект и высока ли вероятность нарушений. Добросовестные коммерсанты проверок не боятся и считают, что принятый закон – верное решение. Мы сразу же приняли меры, то есть мы шли к тому выводу, что проще нанять организацию, которая на аутсорсинг сели, которая нам сейчас провела ревизию полностью, всего пожарного оборудования, то есть пожарной техники и так далее. То есть мы слили воду, установили новые насосы, опломбировали, проверили ревизию всех пожарных кранов, огнетушителей, руководителей. Мы с этой точки зрения не боимся, потому что что-что-что на пожарной безопасности экономить не следует. Экономическая ситуация в стране сегодня непростая. Открывать и развивать собственный бизнес тяжело из-за высоких кредитных ставок, арендной платы, низкой платежеспособности покупателей. А потому любая проверка – это неприятность, связанная с отвлечением сил и средств. Теперь с принятием нового закона будет стимул содержать свое предприятие в порядке, тем самым помогая местной экономике. Яна Попова, Михаил Терышкин, Владимир Селиванов. Местное время.